Привет, друзья! И сегодня у нас в гостях Макс Треймор. Макс, приветик! Всем привет, ребята! Макс, расскажи, откуда путешествия такие начались? Я только на давно смотрю. Мечта какая-то была путешествовать? Я когда-то открыл по Discovery фильм, был Long Way, это Чарли Бурман и Эван Макгрегор поехали кругосветку на мотоцикле. Я всегда как-то поносился к мотоциклу, очень близко был, и у меня была давняя мечта это сделать кругосветку на мотоцикле. Посмотрел этот фильм, я загорел с этой целью, и как у всех была проблема, главный вопрос, как же взять откуда денег, чтобы это поехать. Есть люди, которые берут просто все продают, да, и в принципе мы таких многих уже знаем, и едут. Но я почему-то решил, что это не мой путь, что, в принципе, можно как-то начать по-другому. Я всегда его искал, и до сих пор, в принципе, я это делаю и ищу. Но постепенно все-таки выполняя свою кругосветку, то есть делаю ее. То есть на данный момент я не закончил свою кругосветку, и опять же, что такое кругосветка? То есть у кого-то есть определенные свои показатели, требования, то есть, например, пересечение вокруг шарика плюс пересечение двух экваторов, то есть спуститься каждый континент минимум 1000, и все это надо как бы без остановки. Но есть поправочка, что на три месяца ты можешь возвращаться домой, а потом опять продолжить путешествие, то есть как бы это такая-то жизнь. Поэтому я ищу как бы сам кругосветного путешествия в какой-то степени. Мне не хватает еще преодоления Тихого океана. Почему когда-то я захотел купить лодку и преодолеть Тихий океан, переплыв в Австралию, но понял, что я таким уровнем это не потяну, и вот чтобы мне закончить кругосветку, мне сейчас осталось поедать Тихий океан преодолеть. Можно перелететь на самолете, тогда я сделал круг на шарике. То есть у меня была просто мечта. Вот она загорелась, я хотел, но при этом я хотел еще на этом зарабатывать и заработать, как бы, ну чтобы я мог себя чувствовать более-менее активно, нормально, мог все пробовать, а не только просто двигаться. И вот таким образом как-то родилась, появилась, а сейчас она постоянно эволюционирует, изменяется, потому что то велосипеды, то автостоп, то мотоцикл, то машина, то яхта. И вот пытаешься найти какие-то альтернативы. А вот в Америке, например, ты был, я вот видел ролик, когда я начал канал смотреть. Вообще, вот расскажи немножко, как вот пришла идея так вот с Америки прокатиться до них. Значит, я прилетаю в США. У меня на кармане 800 долларов и велосипед. И у меня такая цель. Я до этого проехал Евразию автостопом со складным велосипедом с Москвы до Китая, до Таиланда вообще получилось там. Ну, по Китаю чуть на поезде покатался там. Научился я зарабатывать в Китае деньги, поэтому я понял, что нет смысла ехать по Китаю автостопом, потому что это очень долго тратится время проще на поезде, а потом заработать денег. А зарабатывал деньги очень просто. Я продавал фотографии. Вообще, это очень интересная тема, что заработать можно во всем мире как угодно. И у меня получалось зарабатывать это в Китае, в Азии, во Вьетнаме, Таиланде, в Китае. В США можно просто заработать. И, в принципе, во многих странах можно зарабатывать. В Чили, в Аргентине. Но иногда этот заработок, если ты хочешь жить, вот, например, мы скажем, оседло месяц пожить и позаработать, то, скорее всего, ты ничего не отложишь. А это очень главная проблема. Вот у меня, например, есть показатель заработка. Это я должен зарабатывать, притом я мог откложить в кубышку. Тогда я зарабатываю. Если я просто зарабатываю, например, 500 долларов и трачу 500, я не зарабатываю. Иногда в некоторых странах, например, Аргентина, в Чили, это не целесообразно. Какой смысл работать 500 долларов, зарабатывать за месяц, если ты ничего не отложишь, чтобы продолжить путешествие, правильно? То есть получается, что иногда это не целесообразно. И в Азии, как можно зарабатывать, это получается там, ты можешь продавать фотографии. То есть берешь любые фотографии красивых видов России, Беларуси, Украины, например, Китай, того же самого, где я был. Я просто распечатал на принтере, выходил на центральную площадь, раскладывал какое-нибудь полотно. Это можно мне, кстати, на канале посмотреть все. Ну, правда, придется поискать, потому что много видео. И я продавал фотографии и зарабатывал от 30 до 50 долларов за 3-4 часа. Это охрененные деньги даже для нас, потому что я, в принципе, в Китае заработал 1000 долларов. Посмотрел все за месяц, все посмотрел весь Китай и поехал в Вьетнам. Там заработал еще в Таиланде, прилетел в Индию и вернулся домой. И на тот момент я уже как бы потратил все деньги, и я понимал, что у меня только 800 долларов на США. Прилетев в США, я хотел поехать на велосипеде уже, потому что я знал, что США это страна автостопа, но для больших машин, хоть и в многих штатах запрещено автостоп. Но если ты едешь на велосипеде, можно тормознуть любую машину, велик этот закинуть и продолжить дальше путешествие с машиной, потом опять поехать на велосипеде. Но, приехав в США, я понял, что я также могу заработать, как и в Китае. А так как я мечтал раньше путешествовать на мотоцикле, я начал крутиться и, в принципе, на третий день нашел себе какую-то работу, мыл машины, потом в магазине поработал еще в русскоязычном, потом поработал на такси и понял, что у меня появляются деньги. Я начал очень плотно экономить, опять же, это рекомендации и советы людям, которые хотят там или боятся что-то, ну, хотят что-то получить, то главное старание и главная затрата. То есть, есть очень такие несколько правил для того, чтобы экономить. То есть, первое, это готовить еду, кушать самому, где готовишь кушать ее. Второе, не ходить на увеселительное заведение типа, ну, то есть, пьянки, все закрытия, это значит, клубы, бары убираем. То есть, рестораны, клубы, бары, дискотеки, это все убираем и находим как можно минимальное жилье. То есть, например, где-нибудь всегда можно найти долларов за 300, там за 200 жилье какое-нибудь, там живем. Я даже жилье обошел, я просто спал на улице, жил недалеко от бомжей и поэтому я еще экономил больше денег. Я жил в палатке, я жил месяц в гамаке, а первое время, пока я не нашел работу, у меня была такая одна работа, на Uber я работал. Опять же, всегда можно найти какие-то ленинградивы, надо просто крутиться и иметь какой-то вот, не знаю, ну, не страх, то есть, отпустить это и просто отдаться этой возможности. То есть, вселенная тебе даст. Я, получается, нашел с человеком, нашел человека и мы с ним договорились, что он работает днем на Uber, а я работаю ночью. Поэтому, получается, мне жилье, фактически не надо было, потому что я днем спал на гамаке около Волмарта, а ночью ездил на такси. И вот так я месяц отработал, собрал, сэкономил, это жесткий был такой, жесткий бомштрип, но я заработал на мотоцикл и поехал по США. Я проехал в США, построил все интересные места, опять же, с палаткой, старался, где-то там получался каучсерфинг, где-то получался Airbnb, ну, как-то проехал все в США и у меня еще оставались деньги. То есть, как я и говорил, то есть, принцип мой такой, что если зарабатывать, то ты должен откладывать. Если ты не откладываешь, это не заработки, это просто, как бы, проживание. То есть, туда ты не можешь продвигаться дальше. Ну, вот, это, кстати, кому-то будет замечание, или пересмотреть взгляд на свой образ жизни и, может быть, стимул поменять работу, если вдруг кто-то не может развиваться дальше. Потому что, если ты стоишь на месте и не может как-то двигаться, то это уже что-то неправильно ты делаешь, а ты можешь. Вот, и я проехал по США, и осел в Калифорнии, нашел мувинг-компанию, устроился на работу, опять же, не снимал жилье, жил там то в палатке, то потом ребята по мувингу увидели меня, что я нормальный пацан, и сказали, ну, можешь жить у нас на складе, у них была комната. Я жил на складе в итоге. То есть, реально, один, конечно, это возможно. Правильно, да. То есть, с женой были бы сложности, скорее всего, с подругой были бы нюансы, но все же, то есть, это возможно. Вот. И я еще позаработал и уехал в Южную Америку на мотоцикле. В принципе, мне этих денег, по моим подсчетам, которые накопил, у меня уже было на тот момент 5 тысяч долларов, я посчитал, что на бензин, на все перемещения, на жизнь, мне хватит доехать до Буэнос-Айреса. У меня тогда не было, у меня был канал, но все же было 2-3 тысячи человек, может, до 5 уже в тот момент пришло, ну, то есть, выхлопа не было, заработок не было. И я поехал, в принципе, в одну сторону, то есть, в один путь. В принципе, как я и в США приехал с деньгами, с 800 долларами, у меня был план переехать на велосипеде с этими деньгами, но я понял, что это, я ошибся, потому что этих денег бы не хватило бы, потому что там все-таки очень дорого. И до Буэнос-Айреса, когда я уже доехал, у меня уже были подписчики, у меня был уже доход от Ютуба и, в принципе, мне этого было достаточно, чтобы я проехал больше до Ушуая. С Ушуая я вернулся в Чили, продал там мотоцикл и вернулся в США, чтобы уже перейти на новый проект, это купить лодку парусную, потому что я встретил людей, которые сказали, можно лодку купить за 2000 долларов и яхту. Я, конечно, не знал, что это все ведро и говно, но в итоге у меня зародилась идея, я начал ее посылать во вселенную и материализовал ее потом в дальнейшем, уже спустя, после, опять же, вернувшись в США, еще раз там чуть-чуть подзаработав, я купил желудку. Интересно очень. А расскажи вообще про заработки, какие заработки были вообще? Смотри, заработать, на самом деле, реально очень легко, но главное просто, опять же, открыться, даться. То есть мы очень закрыты и мы вот меня там не возьмут, вот там какие-то будут сложности. Первое, как можно заработать деньги? Можно делать какие-то подделки, то есть, как твоя жена делать картины, это реально работает. То есть ее можно продавать, выходить на центральной улице, ставить свои работы, они продаются. Южная Америка, ты же был там, путешествовал, там вообще жонглеры, то есть люди зарабатывают, и я брал такие интервью, люди делают подделочки, продают и путешествуют. Это по дешевым странам, по США это довольно сложно, в США жонглера ты не встретишь, в основном ты встретишь поберушку. Есть еще такое, это неправильно, друзья, конечно, но если ты не можешь заработать, ну, тогда укради, как бы. Ну, это нежелательно, но это если уже вам прямо вот... Есть нечего, да? Все, уже нечего делать, ну, тогда идите в Walmart и кушайте там, как бы можно, по крайней мере, прожить. Ну, можно пойти есть на челеги для бездомных, где еду раздают, то есть можно всегда найти варианты выхода из ситуации. Главное, просто не сразу не паниковать, и уже там что-нибудь... Обычно в эти ситуации, когда ты начинаешь паниковать, ты делаешь ошибки, и делаются какие-то фатальные уже моменты, когда ты реально или возвращаешься домой, либо происходит такой момент, что ты сдаешься и опускаешь руки, тогда это уже проблема. Вот, поэтому в Китае, в Азии вообще можно продавать фотографии, подделки. Если ты умеешь играть на гитаре или каких-нибудь инструментах, это великолепно, приносит тоже доход и денег. Во многих странах, если именно рабочая сила дорогая, например, в Европе, если ты механик какой-нибудь, можно всегда устроиться какими-нибудь свесарями, месяцок поработать, подзаработать денег, поехать продолжить дальше путешествие. А в США, это конечно страна номер один по заработкам в мире, по крайней мере, я еще не был в Канаде, в Австралии, ну, в Норвегии, но по крайней мере, я считаю, что пока так. Вот, там, конечно, можно заработать довольно очень легко и просто. И суммы очень большие можно заработать. То есть можно заработать, скажем так, на данный момент я считаю, что если вы хотите начать кругоседное путешествие, начинайте его в США, потому что там ты сможешь, по крайней мере, сформировать какой-то бюджет, чтобы этого хватить и для того, чтобы продолжить свое путешествие. А вот на тракх получал зарабатывать? Да, это очень хороший бизнес. А как вообще ты нашел вот этот бизнес и стал зарабатывать как-то? Это получилось очень, да, все очень, опять же, вселенная все дает, хоть я иногда это не, не верьте так сильно, не слушайте, может меня я утрирую про вселенную, все это, то есть я не верю там все в эти всемогущие силы богов или всего такое. То есть, ну просто такое стечение встать. Есть фартовые люди, есть не фартовые, да, может какой-то. Кто-то фартует вон в лотерее, выигрывает миллионы, да, он фартовый человек. Мне, например, казино не дает денег. Хоть у меня был шанс выиграть 28 тысяч долларов, у меня было такое видео, но дали мне 10 долларов всего лишь. То есть у меня была, представляешь, возможность 5 тысяч долларов, 10 долларов и 28 тысяч долларов. И шанс был 3 к 1. То есть клацу 1 – 28, клацу 2 – 5, клацу 3 – 10. Выиграл 10. Короче, не фартовый я плане денег, чтобы мне давали денег. В общем, на траках даже сейчас, на данный момент эта система работает. Тебе нужно получить американские права, тебе надо получить естественно визу. Никто туристическую, трудовую визу тебе не даст. Ты можешь получить только туристическую и нелегально работать. Естественно, нарушение правил, законов. Но если, как я, например, посчитал, что если я понимаю, что у меня другого выхода нету, то есть выбор такой. Если у тебя твоя мечта, ты можешь всю, всю жизнь просто ждать воплощения своей мечты. Я решил, нет, я лучше, да, буду что-то нарушать. Это не убийство, это не ограбление. Да, может кто-то может это там сказать. Но, по крайней мере, для себя понял, что лучше я… Ты можешь при том заплатить налоги. То есть ты можешь получать доход, ты откроешь компанию, плати налоги, пожалуйста. То есть это нарушение правил въезда в визы. Но если ты зарабатываешь, ты можешь заплатить без проблем налоги. То есть у меня была фирма, которая открыта. Я получал доход на фирму и платил налоги. То есть я был легально в этом плане. То есть, ну вот статус один был не очень. Но суть того, что ты можешь реально приехать в США, открыть компанию, то есть типа ИП, бизнес, ЧП. После этого сделать права, получить медицинскую карту и устроиться на компанию. И зарабатывать можно, ну, если ты ленивый, то 2-3 тысячи в месяц. А если хорошо работаешь, то можно десятку заработать. Десятку тоже? А на чем конкретно? Ездишь, перевозишь машины, три тачки у тебя на прицепе, ты перевозишь эти машины с одного места на другое. В Америке настолько огромнейший рынок. Это очень сложно представить, пока ты там не побыл, не поездил. Потому что машины – это на самом деле просто груда металла. Это у нас там делают культ из машин, там статусность. В США это средство передвижения. Да, есть дорогие машины, и ты уже начинаешь потом к ним относиться. То есть машины, которые от 0 до 50 – это такое уже дерьмецо. От 50 до 100 – это уже более-менее. А больше 100 – ты уже понимаешь, что это уже тачка. Это стоит она столько, да? Да, да. То есть ты уже просто к ним начинаешь относиться. То есть я работал как на лакшери. Я ездил, возил там Рос-Ройсы по 500 тысяч долларов, Ламборгини, Феррари. Мне Феррари не возил, Порше возил и Ламборгини возил, Авантадор, Хуракан. На всем этом, конечно, можно покататься. И это очень хороший бонус, потому что ты можешь реально подтестить машины. Не всегда получается, но можно. Там я тестировал Теслы разные, то есть там большие парки. Ты можешь заезжать, попробовать. Но могут за это, конечно, а-та-та сделать. Но суть того, что до прицепа ты всегда сядешь, поездишь там. А ты сам же на него заезжаешь? Конечно, ты сам паркуешь. Поэтому иногда парковки очень сложно поставить машину. Можно иногда схитрить поставить машину немножко в другом месте, чтобы там забрать, чуть прокатиться, чуть почувствовать. То есть когда бывает перегоняешь эти машины, то есть тебе надо вытащить две. Одну, например, выгнать, потом переставить местами, потому что подчередность может быть у тебя не совпадать. За это у тебя есть возможность еще покататься на дорогих машинах. Поэтому получилось так, что я, конечно, на самых последних и люксовых тачках некоторых погонял. В Бугатте, конечно, не катался. Мне предлагали один раз Бугатте Верон взять. Я сказал, да ну его нафиг, если я поцарапаю просто. А там ответственность полной, да? Конечно. В Америке ответственность везде и на всех. То есть то, что там говорят, ой, там же есть страховка, там же есть все. Нет, в Америке ты платишь везде за все. То есть есть первый deductible, короче, это 2000 долларов. Если ты не на... Вот, короче, ты должен вальнуть машину так, чтобы у нее было превышение 2000 долларов, тогда с тебя только снимали 2000 долларов, все остальное платит уже страховая компания. Но если ты ударил машину, всего лишь у нее ремонт стоит полторы тысячи или 1000 долларов, то как бы ты платишь сам. То есть страховая компания берет именно вот этот первый deductible. То есть он обычно... Это для того, чтобы ты не расслаблялся. А, чтобы ты поздно не поцарапал. Да, ты такой, да, мне пофиг, бы там поцарапал все. Нет, плати сам, то есть это твои проблемы. Поэтому в США очень надо четко смотреть. И, например, очень дорогие машины, я боялся, естественно, брать, потому что тупо ты понимаешь, если что-то ты поцарапаешь. Но суть того, что ты можешь заработать хорошие деньги за короткий срок, в принципе, за полгода ты можешь вывести хорошую сумму. И да, ты можешь получить потом бан, да, тебя могут поймать, да, могут какие-то быть последствия. Но если вы не видите никакого выхода, если вы понимаете, что хотите что-то поменять в жизни, то я считаю, почему бы нет. То есть, ну, лучше рискнуть, как бы, если ты не накосячишь, если у тебя есть компания, если ты не нарушаешь ничего, ты можешь спокойно приехать, потом еще раз приехать подзаработать. Или остаться в США, там работать потом. То есть, это все возможно. Особенно очень хорошая зарплата, правильно? То есть, не верится, правда, 6 тысяч долларов ты можешь месяц легко зарабатывать. Легко зарабатывать, да? Ну, как легко? То есть, как ты вот ездишь на своем выне, ты понимаешь, что он большой, тебе надо ездить много. Если ты можешь проезжать примерно 1000 километров в день, при этом ты должен забирать, снимать машины и спать в машине, то, пожалуйста, 6-7 тысяч долларов ты заработаешь в месяц. Кидалов был какой-нибудь? Да, 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 были Кидалово. Кидалово, это тоже важно очень, как и компании. Вообще, в Америке очень все кидают, и самое интересное, кидают свои же. Свои же? Да, то есть, это самое дело. То есть, люди приезжают, такой, знаешь, еще ты такой тепленький, ты такой доверяешь, там, ты такой встретил, мы своих не обманываю, ну, как сказал братья-два, да? Вот такая же самая тема происходит и в США. Поэтому тут надо, конечно, смотреть ухо востроен, держать. И тут есть такое правило. В США платят раз в неделю, максимум раз в две недели. То есть, каждую неделю тебе должны заплатить зарплату. Неделю отработал, не заплатили зарплату, сказали, переплатим на следующей неделе, ну, рискни, можешь еще второй подождать. Если тебе сказали, получишь потом, до свидания, забывай и уходи. Хочешь нагазать человека, можешь, конечно, вызвать полицию, ну, скорее всего, тебя потом, потому что ты нелегально, работал, скорее всего, тебя, естественно, потом из страны, может, не выгонят, но больше визу ты не получишь. Вот. Но у них такой порядок. От недели до 10 дней оплата. Следующая оплата на следующей неделе, через неделю опять оплата. То есть, каждую неделю обычно оплатятся зарплаты. Поэтому, если ты понимаешь, что тебе не платят, значит, все, тебя кинули. А вот договор заключаешь как-то? Все подпишешь, бумаги? Никаких договоров. Просто мне нравится. В Америке настолько, в США настолько все очень просто, что прямо вот там нету печати, чтобы ты понимал, то нету просто печати. То есть, штамм только тебе поставят, когда ты въезжаешь в страну. А во втором случае, ты представишь, что ты забираешь машину за 100 тысяч долларов, на планшете подпись поставил. Все. Ужал. Такая вообще какая ответственность-то есть? А то, может, ты эту машину куда-нибудь в Гондурасу везешь? Можешь. Можешь в Мексику уехать. Не знаю. Так вот, я говорю, как там в свободную дорогу. Как вообще это все контролируется? Ну, контролируется так, что есть GPS-датчик на твоей машине основной, которая возит. А так, если определенные сроки, там, в течение двух-трех дней, если ты не привозишь эту машину, там, или в течение одного дня, то, естественно, там начнут уже, как бы, тебя искать, типа такого. А, это, получается, по времени, там, примерно, они просчитывают, там, через два дня ты должен приехать. Максимум, там, плюс, там, полдня еще. Да-да-да-да, все такое, что, потому что, на самом деле, ты будешь ездить так больше, потому что ты понимаешь, что если у тебя погрузка и разгрузка в один день, это ты заработал деньги. То есть, 250-300 долларов ты заработал. Уже, да? Да. Погрузка-разгрузка, 250 долларов, 300 заработал. То есть, есть и больше, есть, бывают контракты, лучше выходят. Это все зависит, как от твоего везения. То есть, ты можешь взять машину очень дорогие и поехать на лонг-трип. То есть, на дистанцию 1000-2000 миль. Но, обычно, это редко. Обычно 1000 миль. И все, это я опять заработал. Интересно, получается, вообще, выгода. Вот, в месяц, получается, 5-6 тысяч долларов. Долларов, да. 5-6, это, в принципе, работать так. То есть, еще будешь спать. Не напрягаясь. Да. Если не будешь спать, будешь заработать больше. Если не будешь спать, ну, это не будешь спать, значит, вообще, что ли, там, 3-4 часа в день, что ли? Да, да. И постоянно все ездит так? Да, да. Так они как-то вообще считают, там, вот, есть, например, здесь, в Европе какой-то режим. Ты столько-то проехал, должен столько-то доходить. Там тоже, там тоже есть режим, но, скажем, есть везде выходы из ситуации. Так, а есть ли какая-то авария, например, что-нибудь так? Ну, конечно, тогда все. А риски? Риски какие здесь? Ну, риски то, что тебя могут где-то словить, хоть таких я слышал только пару случаев, и то это обычно происходит, как если какое-то ДТП серьезное, именно серьезное, жертва, например, тогда, конечно, тебе жопа. Меня врезались, меня царапали машину-фура, я вызывал копов, мы, правда, потом, после того, как коп приехал, мы разрулили все на месте, но проблем не было. Меня штрафовали за перевес, есть такая штука, перевес. В США B категории, это не 3,5 тонны, это 26 тысяч паундов, это 12 тонн. Ты представляешь? А, это, знаете, права категории B наших, может, до 12 тонн ездить? Да, да. Вот это вообще выглядит, это же вообще фура. Да, да, вот это фура. Вот, фура, это 80 тысяч паундов, это 40 тонн. Ого. Вот, у них просто немножко другие размеры, длинные, поэтому там немножко попроще идет. То есть, у тебя, для того, чтобы ты возить до 26 тысяч паундов, ты можешь возить по категории B. Свыше 26 тысяч паундов тебе нужно сидел, это профессиональный drive license, то есть профессиональные документы. Поэтому у нас бывает нарушение тем, что бывают перевесы. То есть, потому что машины могут весить чуть больше, из-за этого ты можешь, если тебя полицейские остановят и проверят твой вес, то ты, получается, без прав едешь. Знаете, я могу дать штраф. Вот у меня получилось, только один раз был, у меня такое есть на канале видео, мне дали штраф в 10,5 тысячи долларов. Это был самый большой штраф, по крайней мере, из тех моих друзей, с кем я разговаривал. У меня таких много ребят, которые, вот мне просто повезло. То есть, мне человек дал самый жесткий штраф, который можно было дать. К тому, что, к слову, статус-то никто не проверяет. Никакому хопу. А, обязательство, кто такой ты здесь, да? Нет. И я, когда приехал в суд, а это все через суд, ты же судишься там с ними, точнее, они судятся с тобой, поэтому ты должен явиться в суд. С меня сняли там какое-то обвинение, сняли с меня свои поинты, штрафные баллы, но штраф мне все равно примерно в эту сумму вышел, потому что я нанял еще адвоката. Но прикольно то, что ты, когда заходишь в суд, они даже не спрашивают, кто ты, то есть, твои документы. То есть, ты говоришь, я такой-то, я Максим. Они, отлично, все, с тобой поторговались прямо на суде, суд открытый, много людей, сразу с ними тоже торгуются, то есть, подходят тебе обвинители, говорят, ну, что там у тебя? Ты говоришь, так, ну, тот, а тот. Он такой, ну, так, ну, что ты хочешь? Я говорю, ну, хотел бы уменьшить сумму. Ну, давай пополам. Ну, давай, как бы. Ну, так даже, да? Там такая система, это нам кажется, когда мы вот живем в определенной нашей оболочке, что вот там такие сложности, такие нюансы. На самом деле, ну, есть западные страны, там, не знаю, настолько как-то кажется для тебя, они потом открываются, что я пришел в суд, мне дали обвинение, мне выставили какой-то счет, я даже не показал свое удостоверение и уехал. То есть, за меня мог приехать ты бы, сказать, да, это я, да, я согласен и уехать. То есть, как бы, ну, то есть, очень много моментов, которые сталкивался. У меня была такая ситуация, просто я стал пиратом, а то многие скажут, что сережка висит, ну, потому что у меня была яхта, плюс я еще пират. Почему пират? Потому что я незаконно проник на землю американскую, то есть, я сошел с берега, точнее, сошел на берег со своей лодки на военную базу. Меня, правда, арестовали, повязали, это у меня тоже есть видео, правда, не все это показывал. Из-за того, что меня арестовали и, как бы, мне дали штраф, хотели дать штраф, арест у меня должен был быть, у меня там вообще-то какая жопа, вот, за нарушение закрытых территорий, как бы. А я не знал, а это оказался военный госпиталь. И я такой хожу, там снимаю, и тут меня копы окружают, наручники, на допрос там, короче. А, ты тоже видео там снимаешь, да? Забрали все? Ну, там нормально, как бы, получилось, что материал я весь просто сам удалил, я просто успел убрать камеру, они не заметили про это. А так, как бы, я им показал, прикольно в том, что мне навигатор повел, я ехал в Walmart, мне надо было газ купить, а на следующий день должен шторм прийти, и я на яхте прятался. Это было в Вирджинии, в Норфолк, самая большая военная база Атлантического побережья. И там весь город, это все военная база. А я стоял на якоре, и просто на Тузике приехал, мне показалась самая короткая дорога, что в Walmart сюда ехать. Я еду на Walmart, да, на Тузике приехал, взял велосипед, на велосипеде еду по этой военной базе. А я пришел, где забора нету, получается, ну, со стороны воды, кто забор ставит. Вот, я по военной базе. Чем закончилось вообще? В итоге мне сказали, невиновен. То есть у меня грозило полгода лишения свободы. Ух ты. 500 долларов штраф, обязательно явиться в суд, а я уже выходил, у меня заканчивается уже время пребывания в США. Когда ты въезжаешь, у тебя дается время пребывания. Полгода ты можешь находиться в США. И даже в последний момент конца своей визы, то есть у тебя виза, например, заканчивается завтра. Ты сегодня заходишь, тебе могут дать опять на полгода пребывания. Очень интересная система, да, в США в этом плане. То есть тебе дается виза на три года, но последний хоть день пребудь, еще полгода получишь. Это вытянул конь, да, выехать? Да. То есть ты выезжаешь, опять выезжаешь и все. И уже еще полгода. Виза ран как бы там нежелательно, то есть он может увидеть, офицер, что ты был вот только вчера, и дать тебе на один день пребывания. Такое тоже есть. Но если, например, я там два месяца отсутствовал, и прилетел, и мне дали опять на полгода. То есть у меня такое было, я как раз по карибам блуждал на лодке. Вернулся для того, чтобы ее продать. Вот. И в итоге мне вот этот грозит лишение свободы или штраф. Я не могу явиться на суд, потому что я должен уехать, потому что не нарушение. Я звонил по телефону, договорился с ребятами, которые звонили, и они просто в один момент сказали, а все. Короче, мы закрываем дело, ты не виновен. А как так просто решили-то? Вот так. То есть мне там была жопа, грозила, меня в наручниках, там на допросе два часа. Я там, знаешь, как в фильмах национальной безопасности, там люди, я там типа с национальной безопасности, там пришел, проверял, там досмотр, все, отпечатки пальцев, все фотографировали, а потом ты не виновен, ладно. То есть Америка очень интересная страна в этом плане. Интересная очень страна. Да, конечно, это круто. Получается, еще по правах хотел спросить. Получается, если у тебя право категории B, то ты можешь там легко получить американские права? Да, они сдаются аж на русском языке, представляешь? На русском? На русском языке ты можешь сдать свои права. У меня также есть на канале видео, я даже в два раза получал и показывал это все, как это сделать. Это все легко, за один день ты можешь получить права. За один день? Ты сдаешь теорию, теория гораздо легче, ну, по крайней мере, сравнивать с белорусскими, но тебе надо иметь белорусские права, или российские, или украинские, казахстанские, любые права, которые у тебя есть местные. С ними справка 94, это справка, ты распечатываешь в интернете с паспортом, приходишь к ним, но есть одна сложность. Тебе нужен адрес. У них нет такого, как прописки. У них прописка, это формальность, куда приходит почта, куда приходят биллы, счета. Для этого тебе надо или куда-то въехать в квартиру, там пожить, чтобы тебе пришли коммунальные. И ты с этими счетами можешь прийти, подтвердить, что это адрес. Либо через людей, которые за деньги тебе дадут и скажут, что ты живешь там. Либо кто-то подделывает. Ну, в итоге, короче, я у друзей был, и они мне дали конверты, конверты, где указан адрес этого места. И вот это и есть прописка твоя. Там не надо в прописку сходить, там, в какие-то, где-то, где-то. Нет, нет, очень все просто. То есть, система в Америке такая. Ты снимаешь в аренду жилье, там указываешь, у тебя есть договор аренды жилья, например. Тебе приходят квитанции об оплате коммунальных услуг, например, газ, свет. И это есть уже твоя прописка. Все уже, да? Все, вот так все просто. И ты можешь уже с ними идти менять права, перерегистрировать автомобиль, делать что угодно. Вообще, легко очень машину получается купить в США, да? Там нет такого. Вот прямо вот. Прямо зарегистрируйте по трусической визе. Да, вот на данный момент мой мотоцикл зарегистрирован в штате Иллинойс, в Чикаго. На мне же. Я на нем же сейчас еду по Европе в Африку. И, пожалуйста, вам. Все просто. Цена какая права этих получается? 65 долларов, если ты будешь все делать сам всего лишь. А, и все так дорого получается, да? Если ты хочешь, чтобы тебе помог человек подготовиться, предоставить адрес, это может 400 долларов стоить. 400-500 от силы. А, вот так. Да. Это несложно тогда получить, получается? Ну, я все делал сам. То есть, все можно делать самому. Просто надо понимать, что есть люди, которые изучают. Вот я, например, могу дотошно там изучать. Вот, например, подавался на канадскую визу. Я делал все сам. То есть, я все изучил, как что, подготовил все эти бумажки, все собрал, написал. Притом, я хоть и готов был за кому-то заплатить, чтобы они это сделали. Ну, как-то получилось, что что-то люди то отказывались, то еще что-нибудь, то у кого-то что-то не отвечали. То же самое здесь. Ссылка на канал Макса в описании. Подписывайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok